Уважаемые коллеги, сегодняшний круглый стол, полагаю, стал своеобразным сюрпризом для тех, кто настойчиво рекомендовал и рекомендует партии коммунистов отказаться от своего названия, перестать возлагать цветы к памятнику Ленина и отмечать день 7 ноября. Целая армия политических визажистов и пластических хирургов, давным-давно готовая поучаствовать в операции по смене политического пола нашего формирования, определенно будет разочарована. Действительно, вместо того, чтобы схитрить, сменить вывеску, максимально запутать и замаскировать свою политическую генетику, мы напротив выставляем ее на показ и открыто претендуем на наследие. Наследие большевизма. Большевизма кровавого, ужасного, тоталитарного, немодного, все это в кавычках большевизма. И дело, конечно же, не в том, что лучше уж быть красным большевиком, чем слыть представителем розовых социалистических меньшинств. Дело в самой сути вопроса. Партия коммунистов столь авторитетна в молдавском обществе не вопреки своему названию, а исключительно потому, что это название все еще в значительной степени адекватно отражает смысл содержания, методы, стиль той политической борьбы, начало которой было положено 110 лет назад. И как бы ни умничали нынешние политологи в большинстве своем недавние кафедральные дятлы научного коммунизма и истории КПСС, мы действительно коммунисты, а следовательно все еще большевики. И именно это чувствуют, ощущают и понимают те сотни тысяч граждан, которые, не вдаваясь в теоретические и доктринальные тонкости, упрямо голосуют за нас, ощущая нашу практическую эффективность как во власти, так и в оппозиции. Но что в нас, собственно говоря, большевистского? И чем уже действительно являлся и является большевизм? На последний вопрос существует тысячи взаимосключающих и противоречивых ответов. Начнем с того, что само существование этого исторического феномена, хронологический интервал этого существования определяется по-разному. Одни его ограничивают периодом до массовых репрессий и уничтожения Ленинской гвардии, другие до хрущевской дисталинизации, третьим – началом мещанской потребительской эпохи Брежневского застоя, третьим – ну и, конечно же, временем – крушение самой КПСС. В то же самое время начало большевизма бесспорно. Большевизм существует, как писал Ленин, как политическое течение, как течение политической мысли и политическая партия именно с 1903 года. И мы все очень хорошо помним, что речь в данном случае идет именно о втором съезде РСДРП. И именно все, что произошло, случилось тогда во многом предопределило дальнейшую эволюцию и этой партии, и всей ее политической практики, да и все само мировое развитие на многие десятилетия вперед. Если припомнить все эти перипетии, то они кажутся спорами о каких-то малозначимых и трудно понимаемых сегодня частностях. Но можно все-таки приподняться над частностями, пересказать своими словами, языком людей, живущих в 21 веке, в чем же заключался тот исторический конфликт в небольшой группе революционных интеллигентов, собравшихся в Лондоне. Суть конфликта в конечном счете такова. Можно ли ставить цели переустройства общества в условиях, когда это переустройство почему-то считается невозможным, или следует ограничиваться только критикой такого общества? Можно даже перефразировать этот вопрос в духе упомянутого высказывания Че Гевары. Следует ли быть подлинными реалистами и требовать невозможного? Или все же следует довольствоваться малым, а значит быть в лучшем случае кабинетными утопистами, а в худшем пособниками разного рода клептократических режимов? Те, кто впоследствии оказались большевиками, ответили на этот вопрос положительно. Все остальные дискуссии, как во время второго съезда, так и на протяжении следующих полутора десятков лет, по уставе и программе, организации партий, принципам членствования, отказу от возможности формирования партий по национальному принципу, возможности захвата государственной власти, технологии вооруженного восстания, построению социализма в одной стране, формированию нерыночного общества в условиях рыночного НЭПа, организации Советского Союза, принципам и направлениям его модернизации напрямую вытекали именно из такого ответа на указанный выше вопрос. Выбор был, как в известном одесском анекдоте, вам шашечки или ехать? Те, кто выбрал шашечки, оказались меньшевиками, а если шире той лицемерной и подлой политической традиции, воплощением которой является нынешний социалистический интернационал, социнтерн. Те, кто предпочел ехать, перевернули мир. И мы уже четко понимаем, где проходит грань между большевизмом, то есть открытым стремлением действительно изменять текущие применительные обстоятельства истории и всем тем, что воплочено в облике безопасного и респектабельного занятия политическим ремеслом. Без особых натяжек мы с уверенностью можем назвать три родовых признака большевизма, отличающих его от прочих марксистских и просто левых течений. Первое. Это особый тип организации партии, сформированной из единомышленников, находящихся в состоянии постоянной политической мобилизации и нацеленных, я подчеркиваю, на обязательный приход к власти. При этом такая политическая организация всегда осознается в качестве передовой силы воплощением осознанных интересов конкретного общественного класса, являющегося в той или иной ситуации выразителем и носителем прогрессивных перемен. Второе. Это тип проектного, то есть устремленного в будущее, научного мышления, основанного на марксизме, а также широко использующего весь интеллектуальный и гуманистический потенциал современности. При этом любая тактическая или стратегическая смена конкретных практических политических приоритетов всегда и обязательно предваряется и должна предваряться научным анализом. Следует добавить, что вся мотивация такого анализа вытекает из главной и основной задачи. Задача модернизации общества, ликвидации цивилизационной отсталости. Иными словами, большевизм в облике той иной политической организации – это всегда организация, строящая свою идеологию на научных основаниях и стремящаяся к формированию научно управляемого общества. Третье. Это всегда исключительно политическая организация интернационалистов, не приемлющих любые формы национального угнетения, шовинизма, мелкотравчатого национализма. Как только коммунист начинает говорить языком той или иной великодержавности, то следует, безусловно, усомниться в том, что он правильно выбрал для себя наименование для своей политической ориентации. Эти три критерия, несомненно, сохраняют ПКРМ в кругу ближайших исторических наследников большевизма. Да и сама мотивация политической борьбы выдает кровное родство молдавских коммунистов с большевиками-ленинцами. Вспомним, в 2001 году для ПКРМ все было невозможно. Все не соответствовало теории. Невозможно было себе представить, что коммунисты в самом центре Европы придут к власти, что коммунистом станет президент, что коммунисты сохранят власть на 8 лет, что коммунисты в беднейшей стране, лишенной ресурсов, повысят бюджет в 4 раза, многократно, почти в 10 раз увеличат социальные инвестиции, газифицируют страну, сохранят межэтнический мир, еще проведут своеобразные либеральные реформы в экономике и построят порт на Дунае. Все это из категории невозможного. Равно как и то, что демонстрируют коммунисты в условиях нынешней оппозиции. Многотысячные марши сопротивления, мощные успешные контратаки против действующей власти, непрерывный рост авторитетов партии самой, ее омоложение. Все это тоже из разряда невозможно. Почему мы такие? Можно поискать немало различных ответов на этот вопрос. Но мы для себя на этот вопрос отвечаем достаточно открыто, без признаков явного политического склероза, в состоянии ясной исторической памяти. И происходит это каждый год 22 апреля и 7 ноября. Происходит это каждый день нашей насыщенной политической борьбы. Происходит это и сегодня.